Переоценка истории. Возрождение нашего национального дома благодаря вкладу наших отцов-основателей, когда уже не оставалось надежд на его восстановление. Сегодня мы поговорим о наших отцах-основателях Абдекериме Садыкове, Иманалы Айдарбекове, Джусупе Абдрахманове, Абдекадыре Орузбекове и Шиналы Арабаева. А также есть очень многие лица, кто внесли значительный вклад в становление кыргызской государственности. Всем привет! Мы на подкасте «Эксклюзив». С вами сегодня я, ведущая, Татубюбю Эргешпаева, юрист. В гостях у нас доктор исторических наук, экс-торага Джорг Лукинеша, Курманов Зайнидин Карпекович. Добро пожаловать! Зайнидин Карпекович, сегодня мы поговорим на очень интересную с вами тему. Это про кыргызскую государственность. И первый вопрос, конечно, очень такой, то, что на днях 25 июля президент Садыр Джапаров подписал указ об отцах-основателях современной кыргызской государственности, в числе которых Абдекерим Садыков, Иманала Айдарбеков, Джусуп Абдрахманов, Абдекадыре Орузбеков и Шиналы Арабаев. Вот как вы оцениваете решение президента признать отцов-основателей Кыргызской республики? Это очень правильное решение. Многие государства, созданные в наше время, имеют своих отцов-основателей. Число этих государств прибавилось и Кыргызстан. Историческое значение этого указа состоит в том, что отмечена роль и значение выдающихся политических деятелей Кыргызстана начала ХХ века возрождений древней Кыргызской государственности, современной государственности. Этот вопрос на протяжении длительного времени был спорным и размазанным. И на него четко не могли ответить ни один историк, ни один исторический источник, поскольку многие отцы-основатели были преданы годы коммунизма, идеологической анафеме и считались врагами народа. Вот сейчас этот указ впервые практически политически реабилитирован таких деятелей, как Абдукерим Садыков и Шинелла Рабаев, которые советской властью так и не были реабилитированы в политическом отношении. Вот указ практически осуществил эту политическую реабилитацию. Теперь они входят в число отцов-основателей на равноправных условиях с теми лидерами, которые создавали государственность, будучи активными деятелями коммунистической партии и так далее. Ряд таких активистов в нашей стране могут задаться вопросом, а где все-таки одни из таких истинных основателей, которые в то время, во время именно Киргизской ССР, имели влияние на уровне Москвы, такие как Ленин, например, Сталин тот же, и на уровне таких националистических нас могут обвинить в национализме. Вот можете, как историк, пояснить, почему именно это посвящено этим личностям, отцам-основателям? Никто не оспаривает право Ленина, который провозгласил в программе большевистской партии право нации на самоопределение. Ленин делал революции, ему были нужны союзники, и в качестве союзников российского пролетариата они видели угнетенные народы национальных окраин. Естественно, для того, чтобы быть привлекательными для этих народов, нужно было выдвинуть идеи национальной свободы и создания собственной национальной государственности. Но специфика момента состояла в том, чтобы начать процесс национального самоопределения, народы, проживающие в России, должны были стать нациями. Нациями они в это время еще не стали. Это длительный процесс, который нужно было организовать, чтобы народы, жившие родовыми и племенным строем, почувствовали себя народом, а потом нации. Нация, как известно, это продукт буржуазного развития. Поэтому киргизские политические элиты, и не только киргизские, казахские, татарские, мусульманские политические элиты, когда им дали такое право на самоопределение, они решили самоопределиться в виде туркестанской автономии. Туркестанская автономия, она и первой возникла в сентябре до Октябрьской революции туркестанской АССР. Суть ее состояла в том, что создавалась республика тюркских народов, где все народы, и даже не тюркские, имели право на существование равноправное. Но идея тюркской автономии большевиками была отвергнута как буржуазный националистический проект и как феодальные диалоги, потому что тюркский проект был основан на пан-тюркизме, на идеях пан-тюркизма и идеях пан-исламизма, с которыми большевизм боролся, как с идеологическим течением враждебных, буржуазных, феодальных классов. Хотя в реальности это было не так, абсолютно не так. Эти клише были наклеены и пан-тюркизм и пан-исламизм были оболганы, оклеветаны и превращены в врагов народа, потом были репрессированы. На самом деле они просто понимали, что для того, чтобы нужно создать тюркскую республику, эта идея была понятна широким народным массам. Поэтому они и создавали политические партии, вот Алаш, которая объединяла всех тюрков, партия Шура-Ислами, которая должна была объединить всех мусульманских народов. Но большевизм утверждал, что эти проекты хотят поставить во главу процесса представителей угнетающих наций, которые должны в своих республиках, странах угнетать национальные бедные свои населения. то есть буржуазии будут угнетать, классовый угнетать представителей других народов, имеющих низкое происхождение. Это так, конечно, не было. Это было извращение процесса. Когда проект создания туркестанской автономии был завершен, практически его не поддержали большевики и пошли на уничтожение двух автономий. Первая автономия называлась Каканская автономия. Ее ликвидация привела к широкому протесту и образованию широкого политического движения в виде басмачицы, которые после этого начали выступать против советской власти. И второй проект был реализован в Казахстане, была создана в городе Семипалатинске, была создана другая тюркская автономия, Алаш, которая называлась, которую возглавляли и руководили этим проектом казахские киргизские алашовцы. Но и этот проект был неподдержан, впоследствии большевистская власть ликвидировала тюркестанскую казахскую автономию, Алаш, увидев в составе ее руководства представителей казахской киргизской алисократии. Интересный вопрос про именно то, что казахская и крыгская вы говорите, да? А вот вы говорили о том, что в одно время было смешение, то, что именно казахский народ прозвали киргизами, а нас киргизов включили вообще непонятно куда. Вот этот был какой период? Можете рассказать? Колониальные державы, в их числе и Россия к ним относится, они особо-то не разбирались в особенностях того или иного народа. Для них все эти народы были, ну, скажем так, не очень важными и несущественными. Российские колониальные власти, они плохо разбирались в этнографической карте народов, которые выживали в Российской империи. Ну, практически всех называли киргизами и татарами. Вот отсюда появились крымские татары, сибирские татары, казанские татары, австраханские татары и так далее, и так далее. И вот этот ошибочный подход привел к сумятице и неразберихе названий вот этих автономий. Казахов путали с киргизами и создали в 20-м году Киргизскую автономную республику, под которой подразумевался Казахстан. Киргизы стали кара-киргизами. Кара-киргизы в российской колониальной практике считались, ну, такая точка зрения была, что это часть казахского народа, одно из племен казахов. Вот такую интерпретацию давал Чакан-Валихан императорской власти. Они думали, ну, надо объединить там казахов и киргизов. И вот в 20-м году Ленин тоже не был этнографом, он был политиком, и на эти вопросы смотрел с политической точки зрения для него где какие народы не имело важности. Но он знал, что Туркестан состоит из Бухары, Хивы, Каканда. Место Каканской империи было уничтожено, вместо нее нужно создать, ну, создали туркестанское генерал-губернаторство. А вот Бухара и Хива остались в качестве протектората самостоятельно государства. Ну, вот они считали как-то. В Бухаре живут узбеки, в Киеве живут узбеки туркмены, поэтому Туркестан в Средней Азии надо разделить на три части. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Других народов там не было. Не было Каракалпаков, не было киргизов и не было таджиков. Вот когда проект создания туркестанской автономии был закрыт, была создана в 20-м году Киргизская автономная республика, то бишь Казахстан, казахские руководители, советские руководители, Джан Гильдин, Джан Досов начали претендовать на часть Семериченской области, которая принадлежала Турк-республики, а именно северную часть Туркестанской республики, это имеется в виду Пешпекский уезд, Каракола-Нарынский уезд, Каракольский и Нарынский уезд, три уезда, под предлогом того, что там живут киргизы, которые являются частью казахского народа. А южная часть Кыргызстана, Ошка, Баткенска, Джалабадского, нынешней области, должны были отойти к Узбекистану. Узбекистану. И вот таким образом судьба киргизского народа становилась весьма зыбкой. То есть нас хотели, единый киргизский народ, хотели разделить на две части. Одну часть отдать Казахстан, состав Казахстана, другую часть состав Узбеков. В итоге мы оказывались в проигрыше. Поэтому киргизские политические деятели, Седеков, Айдарбеков и прочие наши руководители, они поставили перед туркестанским советским руководством о том, что надо создать в составе Туркестанской республики не Семереченскую область, а выделить из нее Киргизскую горную область, где бы все киргизы были объединены. И северные, и южные киргизы в составе одного административного образования. При обсуждении этой проблематики наши политики шли дальше, чем просто создать горную область. Они даже предлагали создать Киргизскую республику. в составе Туркестанской республики. Но это предложение, поскольку наши политики были люди здравого смысла, им казалась эта мечта запредельной, они хотели хотя бы защитить и отстоять идею создания Киргизской горной области, на что советское московское руководство не пошло, не дало своего согласия. После чего киргизские руководители, которые в это время возглавляли Семереческую область, имеется в виду, Декерим Садыков, Иманалай Дарбеков, который пришел на замену Садыкову, Ишинелла Рабаев на Север-Туркестанском съезде в Советах в Восьмом. Он сказал, что киргизов нужно выделить в отдельную область. Все народы живут компактно. Узбеки, казахи, а вот киргизов хотите разделить, так не получится. Они очень хорошо знали историю своего народа. Вы говорите, что Абдекерим Садыков и Ишинелла Рабаев, мы их признаем как героев на сегодняшний день и рассказываем свои истории, но при этом документально они не были реабилитированы. Они выглядят все-таки документально как враги народа. Вот как так вышло, что эти личности надо будет даже были репрессированы? И почему это произошло? Почему до сегодняшнего дня это не отменяли? Что это за политическое решение? Знаете, у нас в Советском Союзе, при Советской власти была такая странная двойная практика. Все они, все эти наши руководители, после 20-го съезда были реабилитированы в судебном отношении. То есть с правовой точки зрения они не совершали никаких преступлений, были расстреляны незаконно. Но после того, как их реабилитировали в судебном отношении, должно было последовать вторая реабилитация. У Тайдарбеков, у Розбеков они были реабилитированы в партийном отношении, то есть восстановлены в рядах партии. Юсуп Абдрахманов был реабилитирован и восстановлен в рядах партии в 89-м году, период перестройки. А вот Сидыков и Арабаев советской властью реабилитированы не были вообще. Хотя в судебном отношении они были реабилитированы, но они продолжали оставаться классовыми врагами советской власти. и вот этот указ президента Садыра Джапарова в этой длительной историей, трагической, драматической историей, которая длится уже сто с лишним лет, с тех пор, как их оклеветали и расстреляли, вот поставлена точка. Крыгызское современное государство в лице президента осуществило их политическую реабилитацию, придав им статус, присвоив им статус отцов-основателей. Что такое отцы-основатели? Это отцы-нации. Это самый высокий статус, который можно заслужить перед своим народом. Они это право заслужили, но и теперь государство наше и все остальные должны их признавать в качестве наших современных отцов-наций, современной киргизской государственности. Спасибо. Тогда можно рассказать о вкладе каждого из этих отцов-основателей? Например, вклад Абдекерима Садыкова. Каков был он? Скажем так, Абдекерим Садыков являлся лидером, организатором масштабных политических процессов. Когда речь реализация идей, он был незаменимый специалист в этом плане. Он многого добивался через политические решения, решение Семереческого обкома, обкома партии, решение туркестанских властей. Он же не просто так, он получил согласие. он правда не обращался за согласием наркомата по делам национальности к Сталину и в политбюрох. Потому что он был знаком с практикой, что они не поддержат. Потому что большевики хотели видеть во главе этих политических процессов не представители аристократии, пайсу, монапсты, аристократии казахской или узбекской аристократии, которые как самые грамотные, которые знали хорошую историю, традиции, культуру своего народа, его менталитет, его особенности. А вот хотели поставить во главе неграмотных людей, которые бы под диктовку Москвы выполняли все их решения. И Шенеларабаев он больше был склонен к идеологической работе в этой группе как идеолог, поскольку он получил хорошее образование, но он был мусульманским просветителем. Естественно, ему близки были идеи пантюркизма и пан-исламизма. Он был знаком с мусульманской интеллигенцией России, когда учился в Оренбурге, он там познакомился с алашевцами, он идеей партии Алаш привез Кыргызстан, он объединил казахскую интеллигенцию и киргизскую интеллигенцию, которые стали бороться за свой суверенитет под флагом партии Алаш. Иманалай Дарбеков он был реальный политический деятель, который имел большой опыт не только обучения, он самый грамотный, имеется ввиду, у него подслужной список в плане образования, он закончил в Пешпехскую школу садоводства, где учился шесть лет, он закончил ташкентский техникум, гидромелиоративный техникум в Ташкенте, то есть общий старший, он одиннадцать лет учился. Иманалай, Дарбеков, когда в конце концов Арабаева и Садыкова исключили из партии за попытку создания Киргизской горной области, и они потеряли свои политические позиции и назначения. Вот в это время как раз очень пригодился, сыграл ведущую роль Иманалай, Дарбеков, который довел дело создания Киргизской государственности до конца, до создания Киргизской автономной области в составе Российской Федерации. Поэтому вот в это время, в восемнадцатом году, после Беловодского мятежа, большевики предъявили ультиматум тем небольшевистским партиям Туркестана, в том числе Алашевцам, Левым СССР, самораспуститься, если они не самораспустятся, то тогда большевистская партия грозила применить к ним репрессии. И тогда Сыдыков и Иманалай, Дарбеков решили перейти в ряды партии большевиков. Иманалай, Дарбеков, когда он перешел, естественно, его назначили председателем Семереченского облицполкома. Сыдыкова уволили, отправили в Ташкент, а на его место привели Иманалай, Дарбеков. Вот с этой высоты, это была большая должность, с этой высоты Иманалай, Дарбеков до конца довел то, что начинали Арабаев и Сыдыков. Арабаев и Сыдыков. А вот в чем роль была Джусупа Абдрахманова? Большевики хотели его привлечь и тоже репрессировать, но они не сумели доказать участие Джусупа Абдрахманова в этом проекте националистическом, поскольку он в это время, в 21-м году, был инструктором ЦК РКПБ. И работал в Москве. Ну, безусловно, он знал об этом проекте, о его существовании. Он же был близким другом и учеником ЦК. И общался очень тесно с Арабаевым, Айдарбековым. Он был их единомышленник. Но он не был членом партии Алаш, он не был членом партии пан-исламистов. То есть он был сразу вступил в комсомол, а потом вступил в партию большевиков. И в коммунистических идеях он долгое время не сомневался. Он был, скажем так, ярым коммунистом и большевиком. если бы не трагический случай в истории, который происходил в Средней Азии, это голод, особенно голодомор 1932-1933 года, когда советская власть сознательно, не специально, может быть, организовала, но сознательно хотела пожертвовать казахским народом, украинским народом, поволжскими немцами, жителями Северного Кавказа. периоды выпало? 1932-1933 год. Да, это был очень ужасный случай, на самом деле погибли очень большое количество. Погибло несколько, скажем, до 10 миллионов человек. Не было ни войны, ни гражданской войны, ничего не было, просто люди от голода погибли. И вот тогда в творчестве, в политическом творчестве, в дневниках появляется вопрос сомнительного характера, Чусуп Аркманов начинает сомневаться в правильности политического курса партии Большой И он дает очень нелицеприятные и жесткие оценки Голощокину, партийным членам Политбюро, чем вызвал, когда этот дневник попал в руки НКВД, они передали сразу этот дневник Сталину, и Сталин со своим карандашом сидел и прочитал и пришел в бешенство, в бешенство и разослал членам Политбюро Молотов и другим с вопросом прочитаю, настоятельно требую прочитать и посмотреть, что этот коммунистический лидер Кыргызстана думает о нас и после этого его арестовали и расстреляли. То есть Джусуп Абдрахманов он по сути спас кыргызский народ в то время от голода. Кыргызский который был в Казахстане на Поволжье в Украине все отдали на экспорт. Этот хлеб был отправлен на экспорт а взамен этого хлеба советское правительство на эти деньги валюты она начала покупать комбайны трактора и технику которая необходима была нужна для коллективизации. То есть либо техника либо народы то есть выбрать Советская система по сути жертвовала жизнью простых людей для того чтобы приобрести какие-то техники чтобы усилить свою систему. Это конечно ужасно но в целом роль Джусупа Абдрахманова была в том что он по сути предотвратил потери страшнейшие потери период голода который на тот период принимала именно советская власть. В Казахстане там погибло до двух миллионов там ну разные данные потому что учет не ввелся потому что официальная советская власть не признавала наличие голода в стране. Поэтому и мер соответствующих не предпринимало. В газетах не писалось что Казахстане Украине там по Волжье на Северном Кавказе люди умирают от голода море Казахским голодающим беженцам которые бросились из своей страны спасаться в соседние республики в том числе в Кыргызстан пришло где-то до 150 тысяч казахских беженцев часть бежала в Китай часть бежала в Иран и не вернулась обратно благодаря тому что Чусуп Абдрахман убедил кыргызские руководства Шахрая Исакеева все-таки не подчиниться он сказал я всю ответственность беру на себя если что-то будет валите на меня и взял эту ответственность и его сразу после того как голодомор закончился он провел все эти акции меры по спасению беженцев его сняли с работы в какой статье его сняли за срыв хлебозаготовок не за то что он спас голодающих умирающих казах а за то что он сорвал планы хлебозаготовок и отправки этого киргизского хлеба за границу для продажи то есть советская власть не хотела признаваться в том что он совершил гуманнейший поступок на самом деле в условиях именно такой тоталитарного авторитарного управления ценность имеет укрепление самой государственной системы нисколько ценность человеческой жизни и принципов гуманности люди были букашками приводными ремнями к партии тогда остается наш Абдекадыр Орусбеков роль Абдекадыра Орусбекова Абдекадыр Орусбеков после того как сняли с должности председателя ревкома на этой должности иманалайдарбеков был недолго полгода он провел большую организационную работу по созданию исполнительной власти парламента местного самоуправления противники и враги Сыдыкова Абдекова вот этих наших отцов основателей начали клеветать на него сказали под предлогом того что тогда и политическая руководство возглавлял Каменский который ненавидел Сыдыкова Айдарбекова и они были не его креатурой Каменский поддерживал Худайкову группу Худайкова Бабаханова которые боролись Сыдыковым Горобаевым и Айдарбековым правительстве Киргизской республики Киргизской автономии автономной области большинство получили они Сыдыков Айдарбеков все они были изгнаны из киргизского правительства и находились кто в ссылке кто там очередной раз из партии исключили Сыдыкова четырежды исключали из партии он был вообще непроходной понимаете он был ярый враг народа представляет четыре раза исключать из партии он показал свою политическую выживаемость четыре раза восстанавливался а в тридцать втором году его беспартийного который был самым злым врагом классовым врагом советской власти Джусефа Дракманов приглашает на должность заместителя председателя госплана Киргизской ССР несмотря на то что он злейший враг но он был ценный специалист потому что у него было высшее экономическое образование он хорошо разбирался в политике в экономических он писал труды по экономике истории Кыргызстана для Кыргызстана катастрофически не хватало умных авторитетных руководителей и вот он пригласил Сыдыкова несмотря ни на что ну представляете какой какая смелость и вот когда Айдарбекова сняли с работы отправили в отца как байманапского элемента как бывшего манапа там и прочее как врага как бывшего алашевца там пантюркисты и так далее всех собак на него повесили тогда привели к власти Абдекадырова Разбекова Сыдыков Айдарбеков Арабаев они прекрасно понимали каков какова их участь в будущем на примере других народов они анализировали и знали что их век будет очень короток и при первой же удобной возможности с ними расправиться и они готовились и они подыскали на должность председателя киргизского облицполкома подобрали самую подходящую героическую революционную кандидатуру им был Абдекадыр Разбеков который был известен как активный участник гражданской войны борьбы с басмачеством человек большой энергии огромной смелости политической смелости который поддерживал несмотря ни на что и Сыдыкова и Айдарбекова и Абдрахман дружил с ними хотя это было опасно уже в то время за это его могли и он подписал вот один из примеров его героизма не на фронтах а вот политического заявления тридцатки он подписал первое как председатель киргизского близполкома как депутат верховного член ЦИК и национального совета СССР то есть фигура всесоюзного политического масштаба его хотели тоже репрессировать но он же был диханин бедняк из бедняков а потом он еще писался рабочим а рабочих среди киргизов не было да он не был рабочим он был работал в пекарнях там дровосеком ну скажем так об обслуживающим персоналом но пекарню рассмотрели как завод а его как рабочего и вот он такой получился рабочий поэтому они решили с ним не расправляться его надо было тогда сразу снимать это было приобрело огромный резонанс в Центральном Исполнительном Комитете СССР за границей и так далее поэтому его оставили но сделали строгое предупреждение по партийной линии он получил выговор и после этого он он понял что Сыдыков и Рабаев в это время в Ташкенте сидели в ссылке Айдарбеков через некоторое время был назначен поскольку он был ценным кадром его сделали председателем Верховного суда киргизской автономии глав суда потом он пошел потихонечку потихонечку пошел на понижение на понижение в 30-х годах он заболел и умер был репрессирован и был расстрелян хотя он где-то лет уже 5 в политике не принимал участия в связи с тяжелым заболеванием Айдарбеков тоже был расстрелян Айдарбеков был расстрелян он был арестован больным и больной смертельно больной был расстрелян в итоге все перечисленные 5 наших отцов основателей были расстреляны все расстреляны были все были расстреляны это вот как раз в 30-х годах да? Арабаев погиб в тюрьме в 33-м году когда началось дело социал-туранской партии открыли контрреволюционную организацию которую якобы возглавлял Садыков и куда входили и сочувствовали там все потом всех отцов основателей которые там дальше в указе идет перечень они все были обвинены как участники социал-туранской партии как бывшие алашевцы как бывшие панесламисты как бывшие туранисты в том числе расстреляли и представителей казахской политической элиты вот по таким же обвинениям по этому же обвинению Занитин Корпикович вот зная столь приверженность действительно наших отцов основателей понимая их жертвенность во имя вот становления крыгской государственности во имя сохранения крыгского народа вот что бы вы хотели бы с переоценки именно исторической переоценки с учетом изменений каких-то политических решений да вот что бы вы хотели бы пожелать нашему будущему поколению нашей молодежи вот как они должны учить историю какая переоценка должна произойти чтобы мы действительно ценили то что мы сегодня имеем у пример отцов основателей вот вы правильно сказали жертвенность мораль высокая нравственность несгибаемость борьба за справедливость и правду несмотря на то что их уничтожили их идеи живут и развиваются сейчас благодаря этим идеям кыргызский народ имеет свое современное государство потому что киргизская сср потом была преобразована республику киргизстан в 90-м году а потом в 91-м году была провозглашена киргизская республика как субъект международной политики это трагический страница их истории киргизской государственности киргизского народа свидетельствует о том что как бы ее не оболгали эту историю как бы ее не переписали во времена сталинских и большевистских идеологов правда остается правдой истина остается истиной это урок всем нашим политическим деятелям которые пытаются переписать историю под себе до сих пор некоторые хотят стать помните одно время кто-то говорил исполить а Тамбаев наш отец президент президент Хандава Торла президент Аджио да то есть это уже политическая игра и это шарлатанство и он не имеет никакой под собой подогрева ну слава богу никто не поддержал кроме одного товарища который таким образом хотел выслужиться и очень хорошо что наша современная политическая руководство это поняла и в конце концов взяла на себя смелость поставить жирную точку ее побоялись поставить и Акаев и Бакиев и Атумбаева и Атамбаев Атамбаев даже больше он продолжал политику непризнания заслуг и Сыдыкова и Арабаева понимаете об этом никто не говорит но я то как историк исследователь этого процесса я то знаю что он говорил при нем ни один юбилей ни Арабаева ни Сыдыкова 130-летие не было отмечено и вообще правительство Атамбаев вело себя так как будто их не было никогда понимаете хотя Сыдыков хотя Акаев упоминал Бакиев упоминал о том что были такие которые отцы основатели которые стояли ну видимо в период правления Атамбаева была чуть другая задача более усилить взаимоотношения отцом видите ли все хотят быть великими все хотят быть отцами основателями и Атамбаев тоже думал что он перечеркнет закроет все эти страницы вот он станет единственным отцом основателем которому будут поклоняться как Ким Ир Сену там в Северной Корее или Мао Цзэдуну в Китае понимаете Худайколов Рахманкол который боролся с Идыхом знаете что он требовал от своих соратников и единомышленников он требовал чтобы его называли Калката отец народа завершая наш именно подкаст что вы хотите сказать сегодняшним обратиться к сегодняшним нашим представителям во власти депутатам судьям президенту кабинету министров которых сегодня такая же роль завтра пройдя десятилетия они тоже могут стать продолжителями вот именно укрепления крыгской государственности вот что бы вы хотели им пожелать я очень коротко скажу будьте достойны наших отцов основателей спасибо уважаемые зрители вы были на нашем сегодня очень чувствительном достаточно важном подкасте и я желаю чтобы мы с вами более глубже погружались в нашу историю и исконно понимали кто такие действительно отцы основатели и благодаря чему мы с вами сегодня имеем возможность быть свободной нацией и быть свободным народом и иметь под собой Крылзскую республику и притворять нашу с вами идею и бороться за наши с вами права и возможности с вами были мы на подкасте Курманов Занитин Карпекович и я Тату Бубю Эргишпаева Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok